Всем привет, меня зовут Владимир, я уже полтора года живу в Кыргызстане, и в этом ролике хочу вам рассказать про эту страну. Что тут можно посмотреть, сколько здесь что стоит, вообще стоит ли сюда приезжать на постоянку, или можно приехать в отпуск. Сколько стоит отдых, сколько здесь стоят новые айфоны, например, если вы интересуетесь. Как много россиян вообще сюда приехало после мобилизации в России и осталось здесь. Комфортно ли здесь жить, как здесь местные относятся к русским, как русские относятся к местным. Это будет обзорный ролик про Кыргызстан, в частности про город Бишкек, в столице, мы сейчас в ней находимся. А сейчас мы купим себе национальную шапку, которая называется Ак-Калпак. Я его нацеплю и буду вам рассказывать про Кыргызстан. Кыргызстан, или Кыргызская республика, это страна в Центральной Азии, с населением около 6,5 миллионов человек. Столица страны это город Бишкек, мы сейчас в нем находимся. Еще есть город Ош, его называют Южной столицей. В целом в Кыргызстане всего два больших города, это Ош и Бишкек. Город Ош находится на юге западнее, ближе к Таджикистану, Узбекистану. Бишкек, соответственно, находится на севере страны, рядом с Алматой, с Казахстаном. Бишкек, соответственно, самый крупный город, тут же проживает чуть больше миллиона человек. Кыргызстан является светской и президентской республикой. Еще Кыргызстан называют единственной демократической республикой в Центральной Азии. Но здесь есть свои нюансы, о которых, наверное, я в другом ролике расскажу. Государственный язык здесь кыргызский, но официальный язык считается русский. Основной официальной денежной единицей является кыргызский сом. Но иногда можно встретить цены в долларах, например, на жилье, либо на машины, либо на какие-то дорогостоящие покупки. Про цены тоже очень интересны. Здесь россиянам будет очень привычным, потому что кыргызский сом и российский рубль практически один к одному торгуются. Если вы будете один к одному считать, вы не ошибетесь. Как говорят местные, по разным оценкам, площадь страны это практически 90-95% это горы. Горы здесь можно увидеть прямо из Бишкека. Сам город находится у подножья гор, тут очень легко можно до них доехать. Там находится очень много всяких отелей, развлечений, рыбалки. Чего там только нет, там можно очень много чего посмотреть. Там есть всякие кемпинги, национальные парки. Это все прямо находится в 15-20 минутах от города, и можно выехать, и вы находитесь в горах. Здравствуйте. А колпак у вас в какую цену? Можно ли купить? Да, вот эти 500 саловы со скидочкой. Так, а какие еще есть? Еще есть вот такие, влочные, типа 1500. Они плотнее, да, или что? Или нет? Это получилось на натуральный войлок, а это кашемер. Это 500 кашемер, войлок 1500. А, ну это мягенький и гладкий, и этот все шавый. А гладкий получается за 500, да? Да, за 500. Ну давайте за 500. А он наголо-то мне налесит. Нормально? Не низко? Бабушка с дедушкой, да? Да. 1500 с скидочкой. 1500. Давайте ее. Это значит, мы купили, чтобы повесить у нас в комнате. Рядом с кнопочкой YouTube. Надо будет придумать, как повесить. Стоит 1500. Очень красиво. Это деревянная палочка. Здесь, ну в общем, это прямо такая вышивка. Выглядит очень супер. Повесим на фоне. Мне кажется, будет очень красиво. Почему все такое мутное? Это как раз таки смог сегодня. Сегодня на улице минус 8. Это один из редких дней, когда вообще есть какой-то холод, какой-то мороз. И то, что солнышко такое кругленькое. И не засвечивает камеру. Это потому, что все небо в смоге. В дымке. И оно как бы как фильтр для солнца. И, собственно, можно хорошо снимать видео. Это единственный плюс смога в Бишкеке. Мы вот купили Ак-Калпак. Мы купили картину. Я ее повешу у себя на фоне в студии, где снимаю ролики для Ютуба. Тут, само собой, полным-полно всяких кафе, ресторанов, заведений, чайханы. Это все прямо здесь в порядке вещей. Этого здесь очень много. Вы здесь никогда с голоду не умрете, если вы прям гуляете по городу и хотите куда-то зайти покушать. Это не как в Москве. Если у вас нет там много денег, вы не можете себе позволить пойти в ресторан. Вы идете там в ближайший Киевский Макдональдс и кушаете. Нет. Здесь за полтора года проживания в Бишкеке я последнее, наверное, куда я могу зайти, даже когда у меня нет денег. Это Киевский, потому что здесь просто не хочется этого фастфуда. Вот просто убейте меня. Тут настолько много разных интересных, вкусных, красивых заведений и национальных, и местных, и каких-то иностранных с разными кухнями мира. Вас просто не будет тянуть ни в какой, ни в Макдональдс, ни в Киевсе, ни в Бургер Кинг. И вы туда не пойдете, даже за шурмой вы, скорее всего, не пойдете, потому что вы можете реально очень вкусно поесть местную кухню, шурпо, манты, самсы, перекусить чем угодно. Это все стоит реально недорого. И, ну, просто за фастфудом не тянет. Вот с женой вот за сколько мы тут, 7 месяцев живем в Бишкеке. Мы в Киевсе были, по-моему, один или два раза всего за это время. Хотя в России мы постоянно там едем на машине, заезжаем там то в МакАвто, то в Киевсе, то куда-нибудь. По пути это всегда удобно, быстро, недорого, вкусно, обычно, привычно. Здесь прям, ну, не хочется. Просто не хочется. Прям сильнее можно. Вот так, типа, да? А я думаю, что он так сильно вниз висит, голова проваливается. Все, спасибо большое. Давайте. Вот, мне сказали, что неправильно я ношу колпак. Так, парень подошел, его нужно завернуть. Я видел, что вот так вот делают, просто он новый. Я боялся, может, я сейчас что-нибудь неправильно наверчу. А оказывается, вот, нужно вот так вот его загибать. И теперь он прям, видимо, сидит прям как положено, да? Все, супер, супер. Сейчас прям, прям хорошо. Я уже рассказывал, что буквально за год до переезда из России мы построили загородный дом. И буквально как только мы в него заехали, у нас начался судебный спор с подрядчиком. Все дело в том, что меня пытались нагло обмануть на деньги и угрожали разобрать этот дом. Или что-нибудь с ним сделать после того, как я не поддался на этот развод. Собственно, из-за того, что я не заплатил деньги, которые они у меня требовали, они подали на меня в суд. В тот момент я был просто подавлен от бессилия на фоне предстоящего судебного процесса. Потому что это было настолько несправедливо, что мне просто хотелось кричать. Меня сразу начали закидывать бумажками, претензиями, в которых я вообще ничего не понимал. До того момента, пока у меня не появился юрист, который начал разбираться со всеми этими документами, вести всю переписку там с подрядчиком, готовить документы для суда. Потому что пока я сам писал все эти претензии, у меня сердце колотилось от того, насколько я был зол на подрядчика за то, что он меня пытался обмануть. Потому что после тех слов о том, что они что-нибудь могут сделать с домом, а они реально могли это сделать, потому что у них были ключи от шлагбаума. Они знают, как проехать в поселок, на участок. Они этот дом строили, они знают, где какие коммуникации, что можно там сломать и перебить. С каждым днем проживания в этом доме чувство тревожности очень сильно нарастало. Настолько тяжело было бороться с этой ситуацией, что я вздрагивал от каждого уведомления на госуслугах о входящих письмах о том, что мне пришел какой-то там документ, или от подрядчика новая претензия, или там какой-нибудь документ из суда. Спустя два месяца таких переживаний я впервые обратился к психологу из сервиса Ясно. Его мне порекомендовали коллеги, и я провел свою первую сессию со специалистом, которая мне помогла осознать то, что я и так знал в глубине души. То, что я прав, и то, что да, меня обманывают. Как раз таки та сессия мне и помогла избавиться от чувства тревожности, которая меня охватывала постоянно после каждого звонка или бумажки от подрядчика. Мы проработали эти переживания, и я понял, что мне нужно именно контролировать процесс, а не пытаться от него убежать или бояться его. А сегодня мне очень приятно, что сервис Ясно поддержал выход этого видео. Мне понравилась анкета, которую я заполнил и выбрал, что меня волнует. Затем мне предложили специалиста, которого я выбрал по интуиции и не прогадал. У всех специалистов проверяют образование и опыт. А еще они постоянно совершенствуют свои знания и посещают лекции, чтобы оказать вам помощь на высшем уровне. Если вы нашли себе специалиста, но по какой-то причине он вам не подошел, или вы хотите попробовать другой метод терапии, вы можете легко его сменить или обратиться к психологам в службе поддержки. Они вам расскажут, какой подход будет более эффективен для вас. По промокоду SELRT вы получите скидку 20% на первую сессию со специалистом. Он действует как на индивидуальную, так и на парную сессию. Его нужно ввести при регистрации. А с той историей прошло уже 2 года, и мы выиграли все суды и отсудили очень много денег у этого подрядчика. И теперь я больше не боюсь ни людей, ни компаний, которые меня пытаются обмануть. Если вы следите за новостями, то совсем недавно в Кыргызстане поменяли флаг. Сзади меня находится как раз-таки флагшток. Это самый большой флаг в Бишкеке. И, соответственно, это символ города. Раньше лучи на флаге были изогнутые, сейчас лучи на флаге прямые. Этот вопрос в целом очень сильно возбудоражил общество. Очень многие были за, многие были против, очень активно это все обсуждалось. Вчера мы начинали снимать часть этого видео, и вчера был пасмурный день. На самом деле это большая редкость. И сегодня, вообще говоря, выпал третий снег, его прямо сейчас вот убирают. Холодов этой зимой в Бишкеке не было от слова совсем. Климат в Кыргызстане резко континентальный. И конкретно в Бишкеке, если вы будете жить, в целом погода похожа на российскую, на среднюю полосу России. Но зимой, прошлой зимой здесь были морозы до минус 25. Этой зимой было три дня с морозом минус 20. И вся зима примерно плюс 10, плюс 15. То, что я сейчас снимаю в шапке, в перчатках и в куртке, и на улице минус 4, на самом деле это большая редкость для этой зимы. И вообще снег большая редкость, потому что его в целом зимой не было. Мы частенько выходим на улицу в шортах, в футболках, в джинсах и в джинсовках, потому что в этом году зима была невероятно теплая. И это, кстати, очень странно. Вообще весна начинается очень рано. Тепло здесь уже в марте. В марте уже можно в шортах, в футболках гулять, когда в России там дома еще снег лежит. Само лето достаточно жарко. В июле-августе здесь погода днем в городе, в центре города из-за большого количества асфальта может подниматься до плюс 40-45 градусов. В целом климат достаточно комфортный, приемлемый. Летом большинство бишкекчан, вообще большинство населения страны уезжает жить и отдыхать на Иссыкуль. Это большое озеро в горах, которое находится посреди гор. Оно немножко соленое. Его здесь называют местным морем. И большинство населения проводит свой летний отпуск там. Цены там, конечно, космические. Сервис это все отдельная история. Я в отдельном ролике расскажу. Мы ездили, я его снимал, он выйдет чуть позже. Первые 8 месяцев проживания в Бишкеке я здесь находился один. И практически везде я ходил пешком, либо пользовался Яндексом Такси. Здесь есть Яндекс Такси, он работает. Здесь есть три тарифа эконом, комфорт и бизнес. Выше тарифов нет, но в целом этого достаточно. Поездки в целом по Яндексу Такси здесь по городу недорогие. Если вы там перемещаетесь просто по городу, это будет 100, 200, 300 сомов. Соответственно, 100, 200, 300 рублей. Это не очень дорого. Если переехать весь город там насквозь, это займет, ну там, 350, 400 сомов на бизнесе. Но благо сейчас в Бишкеке мы живем уже вместе с семьей, с женой. Мы приехали сюда из России на машине. И, соответственно, конечно, на машине намного комфортнее перемещаться по городу. Здесь большая проблема с парковками из-за того, что машин очень много. А платных парковок здесь практически нету. Либо они стоят какие-то там 20 рублей в час. За такие небольшие деньги платную парковку может позволить себе абсолютно каждый. И, соответственно, эти платные парковки также стоят все забитые. Но повышать цены на парковки здесь пока боятся, потому что боятся возмущения людей, что они не будут платить. Но без этого, конечно, никак не решить проблему и с пробками, и с загруженностью дорог, и с забитыми парковками в центре города. Здесь крайне редко можно встретить отдельные пешеходные светофоры для пешеходов. Поэтому те, кто поворачивает налево-направо, они вынуждены всегда пропускать пешеходов. На перекрестках образуются огромные пробки. Это очень сильно раздражает всех водителей. Это очень сильно непривычно после России, после Москвы. Но никто с этим ничего не хочет делать. Это никак не меняется. Все об этом знают, все об этом говорят. Но местные власти об этом как-то не заботятся. Никак не пытаются это поменять. Я здесь живу полтора года, и полтора года всю эту историю наблюдаю. Что касаемо мобильного и домашнего интернета. Здесь есть множество операторов. Мега, оператор О, прям одной буквой называется. И Билайн. Это все, что из мобильных операторов, все, что я сам нашел, пользовался. Какой-нибудь безлимитный тариф с 50 гигабайями интернета. На месяц будет стоить примерно 500, 600, 700 сомов. Соответственно, в рублях. Домашний интернет здесь в целом такой же, как и в России, как и в Москве. До 100 мегабит можно найти, можно до 300 мегабит. У меня дом подключен с айма телеком. До 300 мегабит стоит типа 2, наверное, с чем-то тысячи рублей в месяц, сомов в месяц. Но это потому, что я живу в частном доме. Соответственно, в квартирах всегда интернет дешевле. Здесь распространены самцы, лепешки, шаурма. Это все то же самое абсолютно в любых ларьках вы можете найти. Попробовать это все тоже очень вкусно. Какого блогера? Здравствуйте, да. Вы их можно вас обнять? Да, можно, конечно. Вы очень интересные и увлекательные рассказываете. Спасибо большое. Сфоткаться, может, хотите? Да, да, да. Конечно. Все, позволь, класс. Спасибо большое. Вы видео об этом расскажете, да? Да, мы его ролик снимаем. Ну, мы сейчас, если может, то высветят. Давайте. Да, конечно. Давайте. Удачи. До свидания. Если вы только приехали из России и остались в Бишкеке на долг, как я, то вы уже наверняка открыли банковскую карточку международную. И с этим делом у вас все в порядке. Но если вы смотрите этот ролик из России или вообще из другой страны и планируете сюда приехать за так называемым карточным туризмом, что, кстати, стало в последнее время очень популярно. В Кыргызстане есть много банков, которые открывают карты россиянам по российскому паспорту или по загранпаспорту, либо по доверенности удаленной, то есть вы находитесь в России и вам там кто-нибудь, друг какой-нибудь открывает, как я своим друзьям, открыл много карточек. Либо есть банки, которые открывают очно. Если вы находитесь здесь, вам достаточно прийти в банк, показать российский паспорт, временную регистрацию и вам откроют международную банковскую карточку во всех валютах, в которых вы хотите. Доллар, евро, рубли, суммы. Российские карты Мир или Visa MasterCard, которые давно уже не работают нигде, здесь они тоже не работают. Снять рубли с российской карты Мир у вас, скорее всего, нигде не получится. Возможно, есть какие-то отдельные банкоматы, которые еще принимают, но в целом, по большому счету, это все не работает. Также у меня здесь YouTube-канал, с него монетизация у меня приходит сюда, в Кыргызстан, на местную карточку. Все в долларах, приходит как положено, все нормально. В этом плане здесь можно подключить Адсенсы, можно настроить YouTube и можно выводить монетизацию. В целом, если у вас есть в этом запрос, вы можете это сделать здесь, на местную карту, все будет работать. Соответственно, местная карточка, которая у меня есть, в которой я путешествую по всему миру, она работает практически везде. Я тестировал на Шиланке, в Турции, в Дубае, где-то еще в Израиле. Эта карточка работает везде, в любых валютах. В Южной Корее, кстати, мы вот оплачивали недавно. Все прекрасно работает, все оплачивается, никаких проблем нет. СМС-ки приходят, все круто. Также я знаю, что очень много россиян сюда приезжает открывать ИП, ООО. Здесь примерно такая же система, как и в России. Чуть-чуть меньше налоговая ставка для ИП. Например, в России ИП это 6%, здесь ИП у меня 4%. Есть виды деятельности, на которых налоговая ставка вообще 2% или 1%. И так можно тоже открыть ИП, и тоже можно работать, и вести бизнес здесь, получать там иностранные платежи, иностранные контракты, проводить их здесь. В этом нет никакой проблемы, здесь все удобно, все понятно, все привычно. Для нахождения в Кыргызстане россиянам потребуется временная регистрация. Первый месяц вы можете проживать без регистрации, на основании там штампа в паспорте, загранпаспорте, или посадочного талона. Но дальше вам потребуется временная регистрация, ее оформить здесь очень легко. Вместе с собственником жилья, у которого вы арендуете квартиру там, или дом, или хостел, неважно, приходите в местный ЦОН, ЦОН это центр обслуживания населения, аналог МФЦ, и просто получаете временную регистрацию в течение 20 минут, оплачивая там госпошлину в районе там 150-200 сомов. Из России в Бишкек можно прилететь кучей различных авиакомпаний, билеты стоят в целом недорого, если покупать заранее, так вообще там по 10-15 тысяч рублей в одну сторону. Если вы там летите на праздники или на Новый год, то, конечно, цены будут выше. Отсюда можно улететь легко. В Дубай прямые рейсы, в Турцию, Стамбул. В общем, из Турции и из Дубая вы можете уже дальше по миру лететь, куда захотите. В целом, с аэропортом проблем нет. Он находится в 40 минутах от города на такси. Пробок туда практически не бывает. Это такая отдельная трасса, которая ведет чисто в аэропорт. Больше там ничего нет. Он находится прямо на границе с Казахстаном. Там дальше нет дороги никуда, поэтому машин большого количества там не бывает. Единственное, бывает, перекрывают дорогу, когда сюда прилетает какой-нибудь Путин или там другие чиновники, главы государства из других стран, СНГ и прочие там всякие саммиты, ЕАЭС, БРИКС и прочее вот это вот все. Если здесь происходит, то эту дорогу от аэропорта до госрезиденции президента через весь город перекрывают и в аэропорт нужно ехать по объездной дороге. Я так однажды ездил, забирал когда жену свою из аэропорта. Она как раз таки прилетала из Питера в день, когда сюда прилетал Путин. И здесь наглухо просто все перекрыли. Такси до аэропорта на Яндексе на бизнесе будет стоить, ну, что-то около типа 600-650 сумм или рублей, соответственно. Это недорого. И также вы можете поймать там кучу бомбилов в аэропорту. У вас, как обычно, если вы сюда прилетите, облепят ребята прямо около аэропорта с разными такси. Скорее всего, это будет намного дороже, чем Яндекс, который вы вызовете сразу. Все эти бомбилы, которые у вас окружают, все будет стоить в два или там в три раза дороже. Особенно, если вы первый раз прилетаете и думаете, что здесь все дешево, вам скажут московские цены, вы и не заметите. А на самом деле все намного в разы еще дешевле. Здесь доходило до такого, что выселяли очень много местных. Прямо выселяли из квартир, где они жили там много, годами, десятилетиями. Арендовали это жилье там за 15 тысяч сомов в месяц. И из-за того, что прилетело очень много россиян, цены выросли там в два, в три, в пять раз. И выселяли даже местных. Местные выселяли местных, чтобы заселять россиян, которые вот в моменте прилетели и нуждались в жилье. Даже такие истории были. Об этом я уже рассказывал в одном из своих видео. Год назад, когда я полгода здесь только провел, у меня были еще свежие воспоминания. Сейчас, конечно, все эти истории уже немножко поутихли, поулеглись. Одна из самых главных проблем города Бишкек зимой является смог. Угольная ТЭЦ города находится практически в центре города. И каждый раз она дымит на город. Несмотря на то, что местные власти всегда заявляют, что там стоят какие-то современные угольные фильтры, даже невооруженным взглядом порой видно, каким облаком накрывает город угольная ТЭЦ. Но на самом деле сама ТЭЦ это не самая большая проблема, которую создает смог в Бишкеке. Потому что в самом Бишкеке вокруг города очень много частного сектора. Как говорят местные, есть некоторые населенные пункты или там соседние села, деревни, которые топятся, сжигая остатки от швейного производства. Здесь в Бишкеке практически в каждом доме вы можете найти швейную фабрику. Мы с женой искали фабрику для производства нашего мерча и одежды на продажу в России. Вы можете мне поверить на слово, здесь реально фабрика в каждом доме. И соответственно остатков от швейного производства очень много. И опять же, как говорят местные, насколько я владею информацией, это не 100%. Но велика вероятность, что скорее всего все это сжигается в печах для отопления домов. И от этого очень сильный смог идет на город. И город покрывается смогом. Но это тоже не главная проблема. На самом деле еще одна важная проблема это то, что сам Бишкек находится в небольшом котловане. Горы закрывают поток воздуха. С одной стороны получается, горы у нас там. И они закрывают весь поток воздуха, который оттуда может прийти. И город получается практически не продувается. Плюс высотная застройка. Город активно расширяется. Строится очень много высотных зданий. И это все нарушает розу ветров. Опять же, как говорят местные, как говорят экологи, это все влияет на то, что город не продувается. И зимой смог стоит в городе очень сильный. Бывает сильнее, бывает слабее. Здесь очень распространены всякие датчики, которые меряют уровень загрязненности. У меня такой датчик висит в доме. И мы им замеряем. Я периодически отслеживаю, насколько сильный смог в городе. И даже бывает, когда очень сильный, мы не открываем окна специально. У меня дома есть специальная установка, которая фильтрует входящий воздух в дом, для того, чтобы мы не дышали смогом. Такое оборудование здесь очень сильно распространено, потому что есть, опять же, статистика, по которой очень много детей болеют от заболеваний, сопутствующих и либо возникающих от смога в городе. Вот сейчас там дымит ТЭЦ. Это как раз-таки она. Там две или три трубы. Сейчас дым на самом деле белый. Многие говорят, что весь смог от ТЭЦ. Но, как я говорил раньше, это на самом деле не так. Тут еще много всяких вариантов. Если посмотреть на дым пар от ТЭЦ, он достаточно прозрачно белый. Не скажу, что он черный. Бывают дни, когда он темнее. Я не знаю, от чего это зависит. Вот сегодня я решил реально специально поснимать для ролика и показать, что она дымит. Но вот сейчас, если так посмотреть, она в целом дымит белым дымом. То есть не сказать, что прям сильно смог идет от ТЭЦ. Здесь вам будет реально очень привычно, потому что здесь все говорят на русском языке. Это одно из преимуществ Бешкека и Алматы, и в целом Казахстана и Узбекистана. Здесь вы не найдете людей, которые не поймут вас на русском языке, если вы живете в крупном городе, либо в Бешкеке, либо в Аше. Да даже не только в городе. И с загородом, везде все говорят на русском языке. Это нормально, это привычно. Здесь в этом плане все в порядке. Никто не обижается, никто не оскорбляется, никто не будет вас просить поговорить там на кыргызском. Прожив здесь полтора года, я, конечно, много слов на горыгызском уже выучил Можно, наверное, как-то уже потихонечку объясняться Но, опять же, в этом нет никакой надобности, в этом нет необходимости Потому что, опять же, все говорят на русском языке Когда я сюда летел, у меня не было вообще никаких ожиданий Я не думал тут ни о чем, что я могу найти какую-нибудь кофейню, шоколадницу Или там, я не знаю, кальянную, что угодно Я на это вообще не рассчитывал Но, когда я сюда прилетел, я удивился, что здесь реально все есть Тут есть любые доставки Тут есть такси, про которые я уже раньше рассказывал Разные кафе и рестораны на бюджетный карман На средний карман, на очень дорогой Тут есть реально очень классные дорогие заведения, где очень вкусно Если вы думаете, что в Бишкеке вы будете пробовать там плов, манты, шорпо и другую национальную еду То нет, здесь можно попробовать вообще абсолютно любые блюда, любых кухонь и вообще на разный кошелек Здесь можно жить достаточно бюджетно Здесь можно жить и на широкую ногу Если говорить про бюджетный вариант Вы можете снять себе недорогое жилье Не обязательно в центре города Потому что в центре города достаточно дорого стало после мобилизации в России После того, как очень много россиян приехало И несмотря на то, что они сейчас в основном все уже уехали Осталась, наверное, малая часть По моим ощущениям, процентов 15 от того количества, которое приезжало сюда во время мобилизации Но цены на жилье в центре все равно достаточно дорогие Это была однажды трешка за полторы тысячи долларов в месяц Потом это была однушка за 800 долларов в месяц Сейчас, наверное, хорошая квартира, хорошая однушка с нормальным современным ремонтом В нормальном доме, достаточно так в центре прям города Будет стоить типа 500-600 долларов в месяц Если жить где-нибудь в микрорайоне, то есть повыше, к горам поближе Либо пониже, подальше от гор, подальше от центра То можно же снимать себе двушку или трешку нормальную квартиру Там за 300-400-500 долларов на любой вкус Тут реально есть жилье на любой карман Можно жить вообще в хостеле Тут есть очень классно много современных красивых хостелов Которые только-только открываются Потому что, опять же, спрос на это есть Очень много туристов из России сейчас приезжает Что касаемо еды, есть можно в кафешках и за 500 сомов Соответственно, 500 рублей на человека в день Можно есть на 5000 в день и на 10 тысяч в день То есть вы найдете себе вообще все, что хотите Здесь полным-полно российских сетевых заведений Здесь есть тот же Тора Гриль Который российская сеть, бургеры, стейки, мясо и прочее Здесь есть кальянное облако 53 Здесь есть сетевая кальянная мята Я просто люблю кальянные, поэтому очень много по ним хожу Я о них много знаю уже по Бишкеку Если вы сюда приедете из России, вообще из Москвы даже То вы в целом не почувствуете разницу Здесь есть все, к чему вы привыкли Это было, наверное, главное мое заблуждение Или главный стереотип о Кыргызстане Когда я сюда приезжал полтора года назад Если вы приехали первый раз в Бишкек То, конечно, лучше снять какие-то наличные И много где они пригодятся в таких местах Типа парков, либо на улице купить Но абсолютно любые кофейни, рестораны, заведения Там везде вы найдете оплату карты И в этом плане вы не переживаете У многих россиян было много стереотипов Об этих странах и как здесь живут люди Я здесь прожил полтора года Я скажу, что здесь прекрасно Мне замечательно очень нравится Сегодня конкретно очень холодно Честно говоря, в колпаке В минус 8 очень холодно, уши мерзнут Но я дотерплю специально для вас В общем, я хотел рассказать о том, сколько здесь нужно денег Для того, чтобы комфортно жить именно в Бишкеке, в столице Сейчас ситуация такая, что, наверное, если у вас не очень много денег То, наверное, в 30-35 тысяч рублей Соответственно, вы сможете здесь комфортно жить На одного человека, даже, наверное, в центре Снимать нормальную квартиру Питаться так, как вы любите питаться И вам этих денег хватит Если вы хотите жить на широкую ногу То с этим здесь проблем точно не будет Здесь лично, по моим ощущениям, цены примерно такие Как, если есть такая градация в Москве дорого В Московской области чуть подешевле То, наверное, здесь чуть подешевле Завтрак в какой-нибудь прикольной красивой кофейне С вкусным, необычным завтраком С кофе, с десертом Вам обойдется на двоих, ну, полторы тысячи сомов А это, на самом деле, это всего лишь Там 13, 14, 15 долларов Это очень недорого Потому что, например, в Тель-Авиве, когда мы жили Мы за завтрак отдавали по 26, по-моему, долларов на человека То есть у нас завтрак выходил по 50, 55, 60 долларов на двоих Здесь на 60 долларов на двоих вы можете завтракать целую неделю в целом Зимой здесь есть чем заняться Здесь около города, рядом с городом, находятся 3 или 4 горнолыжных базы Где можно покататься с разных высот, с разными уровнями сложности Большое количество прокатов, аренды, лыжи, сноуборды, одежды Это все стоит прям реально недорого По 500 сомов, не по 5000, как в Москве, чтобы покататься где-нибудь в Яхраме Здесь это все прям доступно На каждом шагу есть ларки, где можно взять в аренду оборудование Вы можете прийти в любой спортивный магазин, купить себе снаряжение или взять его в аренду И там каждое утро, в 8 утра, там в самые, в новогодние особенно праздники Ездит комфортный автобус, микроавтобус на горнолыжку Ехать 30-40 минут и вы катаетесь весь день, вечером вас забирают Есть горнолыжки, которые открыты ночью Можно кататься ночью, там есть освещение, есть, которые только работают днем В целом выбор развлечений здесь огромный Зимой прям реально есть чем заняться Если вы любите горы, вы можете просто поехать в горы На всякие кемпинги, всякие красивые домики с панорамными окнами Которые выходят там на горы, на снег, на скалы, на ледники Это все очень красиво Тут реально есть чем заняться Есть куда потратить деньги, если они у вас есть И есть на что потратить время Горные лыжи, где можно покататься Сколько стоит там аренда подъемники, скипасы Высоты, с которых можно покататься Всякие дополнительные развлечения Как куда можно забраться в горы Где можно полететь на вертолете или на снегоходах поездить Об этом я расскажу в следующем видео Мы как раз таки через два дня уезжаем на горнолыжку в Каракол Это главный город, где катаются на лыжах Потому что там самые высокие горы Он находится на Иссыкуле Там прекраснейший вид Мы как раз таки вот там запишем этот ролик Будет, мне кажется, очень интересно Мы сами покатаемся Я катаюсь на горных лыжах Более-менее уверенно, что она у меня не катается Будем учиться Мне кажется, будет очень интересный контент Поэтому подписывайтесь обязательно на канал Следующий ролик будет как раз таки с горнолыжки Я вам про нее все расскажу В Кыргызстане вы не найдете Макдональдс Не найдете Бургер Кинг Здесь очень много Киевси Киевси здесь есть Он прямо находится прямо на каждом углу Вот непосредственно Киевси И вон он Киевси А это здание находится просто друг напротив друга Здесь в центре Киевси очень много Здесь курицу любят Но как-то Макдак сюда не пришел Как-то здесь не получилось у него развиваться Мы сейчас чуть ближе подошли к Гуму И рядом напротив него находится ЦУМ Это два самых главных, наверное, торговых центра в городе Здесь вы можете купить все Здесь продаются айфоны любых марок И китайские поделки, и настоящие оригинальные Их сюда привозят в тот же день на старт продаж во всем мире Из Дубая тут куча магазинов Вообще, кыргызы очень сильно, очень серьезно занимаются бизнесом Поэтому магазинов по продаже айфонов, сапсунгов Здесь просто тьма тьмуща Они находятся просто на каждом шагу Во всех павильонах, во всех зданиях вы можете купить вообще все Все, что себе захотите Сзади меня находится магазин Asia Store Это официальный магазин от Apple Мало там кто покупает Иногда я тоже захожу посмотреть новинки Они там появляются еще оперативнее, наверное, вообще со старта продаж с первого дня Но они там чуть дороже Понятно, там со всей сертификацией, со всеми налогами Здесь, в этих магазинчиках вы можете купить Это просто продают их перекупы, которые покупают их в Дубае И в разных странах, и сразу же самолетами привозят сюда И продают Кстати, также здесь находится магазин Samsung Он слева получается Справа магазин Apple За два официальных магазина Они находятся рядышком Очень много россиян, моих друзей у меня постоянно заказывают айфоны Я их здесь покупаю, отправляю в Россию Здесь нормальные, адекватные цены Цены, кстати, тоже в долларах Потому что так проще считать Если подводить итог В целом, в Кыргызстане можно как жить Можно приехать сюда в отпуск И вам и при этом, и при том варианте здесь очень сильно понравится Здесь действительно хорошие люди Обычные люди здесь к русским относятся нормально Здесь русские к местным относятся нормально Никто тут на вас кидаться не будет У меня, конечно, есть профдеформация в связи с тем, что я здесь веду блог У меня большая аудитория И я получаю огромное количество хейта постоянно Спрашивали мое личное мнение То я бы сказал, что здесь очень много злых людей Которые на людей, на других, почему-то кидают То вера не та, то одеваешься не так, то живешь не так То ешь не той вилкой, то не той стороной, то не той рукой Этой рукой нужно кушать Этой рукой нельзя кушать, нюхать нельзя В общем, таких советчиков очень много Но в целом, если вы со стороны приедете, посмотрите на эту страну То вам здесь понравится Мне в целом здесь тоже нравится Здесь в целом людей плохих не больше, чем где-либо Я действительно много получаю комментариев Что ты из России приехал, у вас там война Вот это вот все нацизм, Путин, Россия Это все плохо, но негатива к приехавшим Что вот типа дезертиры какие-то, вот там родину бросили Да, такие комментарии есть Многие, кто приехал здесь, остался жить, остался работать Они платят налоги Они устраиваются, работают, получая зарплату Тратят эти деньги здесь, покупают айфоны в этих торговых центрах Едят в этих кафе и ресторанах Все это идет в бюджет страны И в целом страна развивается Как мне кажется, дружба между россиянами, именно между Россией и Кыргызстаном Стала лучше, отбросив все там военно-политические конфликты И там прочие договоренности Где там кто сколько сидит у власти И кто там как там, кого не любит И пытается там посадить и вот это все Если это все отбросить В целом люди стали друг другу ближе Кыргызстан для россиян, для большой страны, для России стал ближе Я надеюсь, благодаря моим роликам тоже отчасти это происходит Много очень людей здесь узнали Как живут вообще другие народы И Узбекистан, и Таджикистан, и Кыргызстан, и Казахстан Мы здесь нашли иконный спорт И аджилити для нашей собаки Ну, заниматься с собакой тренировки Здесь есть груминг Здесь есть вообще в целом развлечения И сервисы, которые не сильно популярны в этом регионе Но если очень сильно захочется, это все можно найти Ну что, друзья, на этом все Спасибо большое за просмотр Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях Подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео Если оно вам понравилось Это очень важно для меня Надеюсь, вся эта информация будет для вас полезной Если вы сюда к нам прилетите Мы вместе с лошадью передаем вам привет И увидимся уже в следующем видеоролике Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok